Детское радио представляет Жители разных планет сейчас, как всегда, замерли около своих радиоприемников в ожидании межгалактического эфира. Через несколько секунд начнется трансляция с Земли. Известный всей планете Азира, ведущий Радикс и его помощник-корреспондент Брам расскажут об удивительных предметах и устройствах, которыми пользуются люди. Пробираясь в самые тайные уголки Земли, ежеминутно подвергаясь опасности на этой чужой планете, храбрые исследователи выяснят, как и из чего получаются нужные человеку вещи. А блистательная мудрица, знающая обо всем во Вселенной, украсит их репортаж своими бесценными дополнениями. Вместе они создадут невиданную энциклопедию интересных вещей. Три, два, один. Внимание. Идем на снижение посадка. Ох-ох-ох-ох-ох. Я смотрю, настроение у вас нерабочее, Брам. А нам, между прочим, в эфир через несколько минут выходить. Соберитесь, коллега. Да-да, конечно. Что случилось-то? Понимаете, Радикс, только вы не обижайтесь. Мы тут на Земле, с вами вдвоем уже столько времени. Нет, вы прекрасный товарищ, нам замечательно работается вместе, но... Понятно, понятно. Ну, иногда хочется еще какой-то компании, ну, не знаю, вечеринку устроить, гостей позвать. Да просто поговорить по душам с кем-нибудь еще. Ну вот, мудрица выходит на связь с родной планетой Азира. Не хотите с нашим научным консультантом пообщаться для разнообразия? Добрый день, мудрица. Здравствуйте, дорогие мои. Как ваши дела? Все в порядке. Готовимся к программе. Правда, Брам что-то загрустил. Но ничего, надеюсь, тема сегодняшней передачи его развеселит. Не зря же пластилин – любимая забава маленьких человечков. Пластилин? А вы знаете, что придумали его совсем не для игры? А для чего же? Эту штуку изобрели для тех, кто хочет быть скульптором, чтобы им легче было. Скульпторы? Это кто? Художники, которые создают статуи, всякие памятники. Да-да. Сначала их ученики лепили из глины. Но часто получалось, что работа застывала прежде, чем опытный скульптор успевал что-то поправить. Точно. Глина быстро твердеет. Действительно, с такой окаменевшей фигуркой уже ничего не сделаешь. Пластилин намного удобнее. Скульптор. Надо запомнить это слово. У людей есть очень красивая легенда об одном скульпторе по имени Пигмалион. Статуя девушки, которую он извоял, была столь прекрасна, что художник полюбил ее. Боги сжалились над Пигмалионом и оживили каменную фигуру. Так, это все замечательно, но нам начинать пора. Это, это, это идея! Какая? Потом скажу, Радикс, мне срочно надо на завод, где делают пластилин, чтобы рассказать слушателям о том, из чего и как его делают. Пока. Что произошло с Брамом, непонятно. Ладно, разберемся. Начинаем. Энциклопедия интересных вещей. Привет, друзья! Это очередной выпуск нашей программы, и я ее ведущий, Радикс. Сегодня мы поговорим о пластилине. Готов поспорить, что большинство из вас, дорогие межпланетные слушатели, слышат это слово впервые. Мне же тут на Земле пока удалось выяснить вот что. Пластилин, масса для лепки, бывает разным. Когда-то, причем с очень древних времен, земляне лепили из глины. Но этот материал, засыкая, становился прочным, а это не всегда удобно, если хочешь что-то доделать, изменить. Вот люди и придумали такое вещество. Не жидкое, не твердое, которое размягчается от тепла человеческих рук, а остывая, сохраняет форму. Позднее появилась смесь, которую как глину можно запечь, и фигурки из нее станут прочными. Есть и просто застывающий на воздухе пластилин, а еще такая смешная масса из мелких липких шариков. В общем, можно найти пластилин на любой вкус. А раз люди так любят эту штуку, пора и нам с вами разобраться, чем же она так хороша. И по традиции в начале программы несколько вопросов нашему научному консультанту. Мудрица, вы в эфире. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте. Нам уже известно, что изначально пластилин вовсе не был детской забавой, а использовался художниками, то есть скульпторами, теми, кто объемные фигуры создает. На самом деле, очень многие художники с удовольствием работали и работают с подобной удивительной массой. Например, Сальвадор Дали, знаменитый испанец, который прославился своими живописными полотнами, любил создавать пластилиновые модели своих картин. То есть он сначала лепил то, что потом рисовал? Любопытно. Так значит, первыми использовать пластилин стали художники? Да-да. А изобрели его в конце позапрошлого, 19-го столетия, почти одновременно два человека в разных местах. Франц Колп в Германии и Уильям Харбут в Великобритании. А кто первым понял, что эта масса хороша не только для работы, но и для развлечения? Дети Уильяма Харбута. Их было шестеро. Малыши очень быстро разобрались, какую замечательную вещь изобрел их папа, и даже придумали ей название – пластицин. Именно так стала называться масса для лепки, которую Уильям Харбут начал выпускать на своей фабрике. Да-да, ему пришлось ее построить, потому что запасы пластилина, которые он мог изготовить в своей домашней лаборатории, очень быстро заканчивались, превращались в человечков, зверушек, в домики и машинки. Стало очевидно, что массы для лепки требуется много, очень много. Так, наш специальный корреспондент Брам уже готов с нами поговорить. Он, напомню, обещал выяснить, как появляется на свет пластилин. Здравствуйте, друзья! Я сейчас нахожусь на заводе, где его изготавливают. Должен сказать, что здесь очень-очень-очень-очень интересно. Разумеется, я буду рассказывать по порядку. Но сразу хочу предупредить – в этих цехах происходит чудо. Пластилин, который рождается здесь, он, ну, как живой, честное слово. Коллега, вам удалось разобраться, из чего же он получается? Больше всего в этой смеси – парафина. Парафин? Из него же свечи делают. И еще люди его в медицине применяют, мази готовят. Это что? Я выяснил, что кроме этого парафин нужен для производства бумаги, при изготовлении некоторых продуктов питания. Также им покрывают то, что не должно пропускать влагу. И еще парафином смазывают лыжи. Только я пока не разобрался, что это такое – лыжи. Я тоже не знаю. Лыжи какие-то. Но главное, мы поняли, что парафин – нужная штука. Жаль, мы на Азире не можем его получить. А почему? Да потому, коллега, что его из нефти делают. Сами понимаете, у нас этого полезного ископаемого нет. Но даже если бы и было, одно дело – обнаружить нефть, разведать. Другое – добыть ее, очистить, обработать. Всем этим на Земле тысячи людей занимаются. В России, например, компания «Газпром» и нефть, и газ ищет, добывает, перерабатывает, а еще и доставляет откуда-нибудь с Крайнего Севера. А я-то надеялся, что мы сможем на Азире тоже делать пластилин. Знаете, тогда я пока тут на заводе нахожусь, попробую все-таки кого-нибудь слепить. Теперь понятно. Нашему специальному корреспонденту не дает покоя легенда об ожившем творении скульптора Пигмалиона. Не то чтобы, но все-таки... Ладно, я продолжаю рассказ. Чем же так хорош парафин? А тем, что он нагревается от тепла человеческих рук, становится мягким, остывая твердеет. Вот в этом цехе его нагревают, правда, очень сильно, так что он плавится и уже сейчас плещется, как растительное масло. А зачем его жидким делать? Чтобы перемешать с другими веществами. Растопленный парафин – это единственная жидкость в пластилине. Воды в нем нет. Хм, ты подумай. А еще говорят, что жизнь на Земле без воды невозможна. А вот пластилиновые существа, представьте, как-то обходятся. Без воды могут, а без нефти – нет. Брадикс, какие существа? Вам что-то известно? Фигуры из пластилина правда могут оживать? Успокойтесь, коллега, это шутка. Я имею в виду пластилиновые мультфильмы. На экране их персонажи выглядят как живые. Продолжайте репортаж. А, так вот, в этом цехе слепить еще ничего не получится. Парафин тут жидкий и... Ай! О, очень горячий. Кроме того, он невзрачный. Чтобы пластилин стал ярким, нужно добавить цвета. В следующем цехе как раз готовят краски. Так, что тут у нас? А, 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 а... Ачхи! Понял. В больших мешках разноцветные порошки. Краски? Ну, как вам сказать. На мешках написано «пигмент», то есть красящий порошок. На этом заводе пигменты подмешивают к разным, очень неаппетитным на вид смесям. И получают где-то пластилин, а где-то гуашь или акварель. Ведь просто рисовать порошком не получится, он осыпается. Понятно. Значит, цветные порошки, пигменты, для получения пластилина засыпают в растопленный парафин. Нет, нет. Не так все просто. Во-первых, не только пигменты. Еще добавляют мел и глину. Все это смешивают и в краскотерку наливают. Куда? В краскотерку, Радикс. Представьте, несколько таких, как бы мне сказать, большущих колбас, лежащих одна на другой. На них наливают краску. На эти колбасы? Да-да. И вот эти валики колбасы крутятся, жидкость проливается между ними и перетирается. Исчезают комочки, а из машины уже вытекает однородная цветная смесь. Так, минутку. Что там, Брам? Я смотрю, тут в одной бочке окрашенный парафин уже не совсем жидкий. Значит, наверное, он уже слегка остыл. Я, наверное, попробую начать лепить, пока все рабочие куда-то ушли. Так. Ай! Что, Брам? Смесь не стала холодной. Может, только чуть менее горячей. Пока трудно ее... Ой, держать. Надо... Надо привыкнуть слегка. Брам, обожжетесь. Но мне хочется лепить. Тем более, пока никто не видит. Ай! Представьте, Радикс, может, отсюда мы вернемся в космолет уже вдвоем. Я и мой пластилиновый друг. Эх, не получается. Пока еще, дорогие слушатели, пластилин отказывается держать форму. Наверное, он еще не готов. Отправлюсь дальше. Узнаю, что еще нужно, чтобы он обрел свои волшебные свойства. Ох, ох, ох. Ой, бедные мои конечности. Все-таки обжегся. До связи, Брам. Будем с нетерпением ждать следующего включения. Подумать только, друзья, как нелегко, оказывается, добиться того, чтобы цветная смесь стала однородной. Казалось бы, насыпали порошок в жидкий парафин, взболтали и готово дело. А тут какие-то краскотерки. Через несколько секунд выясним, как же раньше это делали. В позапрошлом веке все-таки вряд ли у людей подобные машины были. Энциклопедия интересных вещей У микрофона ведущие программы «Радикс». Продолжаем наш выпуск. Сегодня мы говорим о пластилине. И я хотел поинтересоваться у нашего научного консультанта-мудрицы, как же раньше делали пластилин. Ведь ему уже больше ста лет. Да-да, я здесь. Что скажете, уважаемая мудрица? В те времена действительно не существовало таких сложных аппаратов, как сейчас. Но и необходимости в них не было. Пластилин раньше был серым. Только серым? Да-да. Но потом-то, конечно, люди догадались, что его можно окрашивать. И машины всякие изобрели. Вообще, знаете, все-таки они удивительные выдумщики. Несколько лет назад один человек решил поучаствовать в цветочном шоу, где различные композиции из растений представлены. Но поучаствовать необычно. Он слепил много пластилиновых цветов, а в центре поставил бюст у Ильяма Харборта, того, кто придумал пластилин. Занятно. И что, его работу оценили? О, да. Этот художник получил особую медаль. Из пластилина. Хм. Нет, это здорово, конечно. Но такая медаль ведь не может долго храниться. Она быстро покроется пылью, и очистить ее уже не получится. Люди придумали несколько способов сохранять особенно дорогие их сердцу пластилиновые работы. Самое простое – побрызгать фигурку лаком. Конечно, каменной твердости она не обретет. Но если обращаться с ней аккуратно, любоваться можно будет очень долго. Да, в этом случае пыль действительно не страшна. Надо Браму сказать, раз уж он твердо решил кого-то там слепить. Кстати, пора бы ему уже выйти на связь. Брам, как слышите меня? Я здесь, друзья. И готов продолжать свой рассказ о том, как делают пластилин. В самом деле, какая глупость была с моей стороны пытаться что-то слепить? Я рад, дружище, что вы это поняли. Что за ерунда, пластилиновый друг? Кхм. Нет. Я имею в виду слепить из парафина, просто смешанного с краской. Радикс, это ведь еще далеко не пластилин. А крашенный парафин сейчас загружают в тестами сильную машину. Тестами сильную? Да-да, так она называется. В точности такие мне доводилось видеть, когда я делал репортаж с хлебозавода. И в этом агрегате смесь крутится несколько часов. После этого точно никаких комочков не останется. Кроме того, пластилин при таком долгом перемешивании становится плотным, вязким. Ух, то, что нужно. И, наконец, сейчас я вижу. Его разливают по формам. А, вот. Здесь уже остывшие пластилиновые кирпичи. Теперь-то уж я точно смогу осуществить задуманное. Да, чтобы слепить большую фигурку, мне потребуется штук десять таких этих самых кирпичиков. Ну, как? Получается? Хм, не пойму. Вроде что-то выходит. Честно говоря, ваша идея мне перестает казаться такой уж безумный, Брам. Я бы и сам с удовольствием слепил кого-нибудь. Жаль, что у нас в космолете нет образцов. Что такое? Не получается. Он как-то сплющивается все время. Я непременно разберусь, в чем тут дело. До связи. До связи, коллега. Удивительное дело. Нашему корреспонденту Браму на пластилиновом заводе не удается ничего слепить. А между тем на Земле с этой задачей справляются даже дети. Может, этот материал не приспособлен для нас, жителей планеты Азира? Давайте выясним, что по этому поводу скажет научный консультант-мудрица. Уважаемые слушатели, я просто уверена, что в конце концов у Брама все получится. Ведь есть разные виды пластилина. Главное – подобрать себе подходящий. Пластилин бывает мягкий и твердый, какой-то хорошо прилипает. А есть сорта, которые почти совсем не липнут. Мне доводилось слышать о плавающем. Что? Да-да. Фигурки из него не тонут в воде. Существует садовый пластилин, чтобы замазывать рамки на деревьях. Есть подобная масса для трещин на автомобилях. Применяют что-то похожее и при строительстве, и ремонте домов и дорог. Он, разумеется, отличается от обычного, но не так уж сильно. Затем умный пластилин. Умный? Мудрица, и что вы такое говорите? Вот о нем мне пока мало известно, к сожалению. Я, пожалуй, сейчас свяжусь с моими коллегами. Узнаю, может, они что-то выяснили новое. А жаль. Если уж лепить себе друга, так пусть уж он будет из умного пластилина. А вот и наш корреспондент вновь выходит на связь. Брам, скажите, а умный пластилин там, на заводе, вам не попадался? Не понимаю, о чем вы. Шутите, Радикс? Ах, ладно. Я, пожалуй, в интернете покопаюсь. Как ваши успехи, сообщите? Ну, как сказать. Слепить я пока ничего не смог. Выяснил, что пластилиновые кирпичи должны целые сутки полежать спокойно. И тогда уже из них что-то получится. А удалось ли вам раздобыть уже готовый, отлежавшийся пластилин? К сожалению, его сразу забирают в цех, где режут и затем расфасовывают. Вначале работница заталкивает кирпичики в такую вот мясорубку, из которой цветные пластилиновые полоски выползают. А нарезать пластилин оказывается целое искусство. Вообще эта липкая масса должна прилипать к ножику и преминаться. Вот поэтому-то никаких ножей тут нет. Для разрезания используют тонкие металлические струны. А? Здорово! Пластилиновая лента едет на конвейере и раз! Секунду разделяется на несколько одинаковых брусочков. Осталось только сложить их в коробки. Еще, правда, некоторые брусочки режут пополам и внимательно изучают. Мало ли, вдруг краска плохо перемешалась или еще какой-нибудь непорядок. А так все, пластилин готов. И надо мне как-то незаметно несколько коробок в космолет телепортировать. Я все-таки не теряю надежды попробовать себя в роли скульптора и слепить пластилинового друга. Вы там аккуратнее, Брам? Постарайтесь, чтобы земляне не заметили, что вы стащили у них пластилин. Все-таки, чтобы изваять взрослого жителя планеты Азиры, материала нужно немало. А для вас не прихватить, Радикс? Спасибо, коллега, не стоит. Я пока разговаривал с вами, нашел информацию в интернете, что умный пластилин можно изготовить самому, причем в неограниченных количествах. Так что и у меня будет друг. Еще и умный. Эээ, что вы говорите? Умные часы говорят, что время в эфире истекло. Жаль, конечно, что на нашей прекрасной планете Азире нет богатых запасов нефти и природного газа. И значит, наладить у нас производство пластилина вряд ли получится. Но мне кажется, если присмотреться, везде можно найти, из чего лепить. Было бы желание. Даже на Земле, при том, что у них здесь столько разного пластилина, люди ухитряются лепить еще из снега, из какой-нибудь еды. В общем, что под руку подвернется. Кстати, кое в чем нам, Азирянам, даже больше повезло. У нас-то рук целых три. До новых встреч, друзья. Следите за репортажами с Земли. С вами сегодня, как всегда, были Радикс, Брам и Мудрицы. Энциклопедия интересных вещей. Ну-ка, ну-ка. Вот. Тетра-борат-натрия. Что-то знакомое. Вспомнил? У нас же есть образцы земных лекарств. Там были бутылочки с такой надписью. Точно, вот они. А это что красивое такое в баночке? Зеленка. Пригодится для цвета. Что еще нужно? Клей ПВА. Хорошо, что мы не успели образцы отправить на Азиру. Ну что, Радикс, я успел? Вы вернулись, Брам. Успешно? А где пластилин? Я не стал его брать. Лучше давайте скорее сделаем сами умный пластилин. Хорошо, тогда помогайте. Вот, написано, что надо смешать клей ПВА с какой-нибудь краской. Вот, у меня тут зеленка. Думаю, подойдет. И добавить... Передайте, пожалуйста, два пузырька с той полки. Тет-тетра-бурат натрия в глицерине. А я-то еще сомневался, брать их в аптеке или нет. Там таких бутыльков целая полка была. Вот, оказывается, для чего они? Постойте, глицерин? Он ведь из нефти делается? Опять она? Да, да, дружище, опять. Как ни крути, а без нее никакой пластилин не сделаешь. Либо парафин, либо глицерин. Что-то понадобится обязательно. На озере этот номер не пройдет. Но мы-то с вами здесь. Повезло нам. Вы думаете? Тут Газпром вон сколько нефти и газа добывает. И парафина, и глицерина много можно сделать. Это точно. Пластилин, пластилин получается, Радикс. Какой-то кисель. Что-то он не выглядит особенно умным. Где там у него мозги? Хм, а я все-таки попробую слепить из него маленького озерянина. Как? Слушайте, и правда кисель, его и удержать-то не получается. Ай, ловите, Брам. Не могу, он вытекает. По-моему, он решил сбежать. Это не умный, это хитрый и коварный пластилин. Стой, Брам. Я же говорил вам, держите. Теперь пол мыть придется. Собирать этот зеленый кисель по всему космолету. Ой, смотрите, он упал и стал более плотным. Я вот его соберу, даже могу в шарик скатать. Ух ты! Ну, а попробуйте слепить что-нибудь более интересное. Эх, не получается. А вот если по нему похлопать, можно вот такие ручки вылепить. Все равно на озерянина совсем не похоже. Зато, смотрите, я могу его растянуть и опять в мячик скатать. Ой, Радикс, он прыгает. Брам, ну вам-то не обязательно скакать вместе с ним. Ему скучно просто так лежать. Смотрите, Радикс, я его на стол положил, и он сразу растекаться начал. Устал, наверное. Удивительная способность расслабляться. Я, пожалуй, тоже отдохну немножко. Знаете, Брам? Тссс. Он, по-моему, спит. Знаете, Радикс, это просто чудо, что такое. Здорово, что вы в интернете этот умный пластилин нашли. И пусть он совсем не похож на озерянина, я все равно буду с ним дружить. Брам, с этим вот киселем? Это он так сил набирается сейчас, Радикс. А уж потом мы с ним. Ох, ладно, Брам. Брам, вы приобрели друга, а я, похоже, потерял коллегу. Нам, вообще-то, пора следующий выпуск готовить. Радикс, даже пластилину хватает ума понять, что отдых всем необходим. Эх, умный пластилин, ты подумай, а? Все-таки люди такие изобретатели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова